Последние дни войны. Конец зимы и весна 45-го года на страницах Куйбышевских газет, какими их увидели наши коллеги, фронтовые и тыловые корреспонденты. Юго-западней Кёнигсберга наши войска продолжали бои по ликвидации восточно-прусской группировки немцев. Другие наши части, наступающие с юга на север, выбили врага из ряда опорных пунктов. Советские танкисты и пехотинцы захватили несколько десятков железобетонных дотов и ведут бои за перекресток шоссейных дорог в 8 километрах юго-восточнее города Браунсберг. Южнее города Данцик немцы подтянули свежие силы и пытались контратаками задержать наступающие советские части. Встреченные огнем нашей артиллерии, они потеряли 17 танков и были отброшены. В рубрике «Волжской коммуны по нашей области» вышла заметка о том, что Похвестневская промысловая артель имени Кирова, села Рысайкино, выстроила новый дом семье фронтовика, товарища Каменщикова. Коллектив завода имени Сталина обязуется дать в марте-апреле сверхплана по три агрегата, повысить производительность труда, а также снизить себестоимость и трудоемкость изделий. В день опубликования приказа о 27-й годовщине Красной Армии завод досрочно выполнил двухмесячную программу. Военные корреспонденты вместе с советскими войсками в лесах за Одером. Баррикады не могли остановить нашего наступления, их разбивали наши пушки. Ворвавшись в глубину вражеской обороны, танки мчатся, и пехота движется как раз не там, где расставлены вражеские ловушки. Германия не сумела задержать нас своими лесами. Идут по ним уральские танки и горьковские автомобили. До Великой Победы оставалось 73 дня.